Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки и, в общем, все зрители детской среды Блохина. Сегодня у нас особенный эфир и, наверное, в какой-то степени немного волнительный, потому что со мной за одним столом сидит знаменитый, замечательный врач Владимир Георгиевич Поляков, Академик РАН, заведующий отделением опухоли головы и шеи детского института Блохина, советник директора детского института Блохина и заведующий кафедрой детской онкологии Роман По, а также доктор медицинских наук и профессор Владимир Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что сегодня выделили время для нас. И сегодня вместе с Владимиром Георгиевичем мы поговорим на очень важную тему. В этом году исполняется 30 лет отделению опухолей головы и шеи в детском институте. И, наверное, Владимир Георгиевич, я прошу вас начать, наверное, с небольшого исторического введения. Скажите, пожалуйста, 30 лет назад почему возникло создать такое отделение в структуре вообще оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями? На самом деле это возникло не 30 лет назад. 30 лет назад это было официально узаконено, подписано приказом создания первого в нашей стране отделения опухолей головы и шеи. В общем-то, этой патологией я занимаюсь с 1976 года, когда мы переехали сюда. Впервые я столкнулся с опухолями головы и шеи еще в Морозской больнице, где было организовано первое в нашей стране отделение детской онкологии. Это было 62 года назад. И совсем недавно в Морозской больнице, где было создано через два года еще детское онкогематологическое отделение, мы отмечали 120 лет на двоих. И там была хорошая конференция, посвященная этому событию. И немножечко об истории было тоже рассказано. Я немножко тоже вернусь в эту историю, если можно. Потому что надо помнить о тех, кто создавал все это направление. Вот детскую онкологию в Советском Союзе и в России потом создавал мой учитель, академик Лев Абрамович Дурнов, именем которого сейчас назван институт. Вот в 62 году он был первым заведующим детского онкологического отделения в России тогда, в Советском Союзе тогда. И с этой поры вот эта эпопея началась. Я попал, можно сказать, случайно в детскую онкологию, потому что, закончив институт, я, в общем-то, не имел представления о том, что есть такая патология у детей вообще. Во время института у нас был трехдневный цикл по взрослой онкологии, а о детской онкологии мы, педиатры, тогда и не слышали толком, вообще ничего. И только когда я пришел в Морозовскую больницу в ординатуру по отолерингологию, и меня вызвали на носовое кровотечение в отделении онкологии, где я столкнулся с первым своим пациентом, с пациентом, у которого продолжалось кровотечение из распадающейся опухоли. Это меня очень сильно впечатлило тогда. И потом Лев Абрамович еще многократно меня вызывал туда, потом я стал приходить на обходы, потому что меня заинтересовало вообще в целом это направление. И когда построился онкологический научный центр здесь, на Каширском шоссе, было выделено специальное здание для детской онкологии и детской гематологии. И сюда переехали из Морозовской больницы, в общем-то, основные кадры Лев Абрамович за собой увел, и меня в том числе вот сюда утащил. И я стал заниматься детской онкологией. Сначала это была общая онкология в целом, потому что я занимался опухолями и брюшной и грудной полости, и опухолями опорно-двигательного аппарата. Но поскольку в анамнезе у талеринголог, то в большей степени мне доверялись пациенты с опухолями в области головы и шеи. Ну, они были все время. У нас было два врача. Белкина была, Моисеевна, который занимался ретинобластомой, и я, который занимался всем остальным. То есть, получается, было как одно большое отделение? Это было одно отделение на 50 коек, где было все вместе, и руки, ноги, и животы, и грудная клетка, и все остальное. Вот, и я в этом отделении, в общем-то, я занимался хирургией, оперировали все, животы, ноги, руки, в том числе голову и шею. Голову и шею, ну, с приоритетом, но и голову и шею. А когда в 1994 году решили организовать институт, то в этом институте возникло несколько отделений, и поскольку такое направление, оно, в общем-то, мощное, и дети с опухолями головы и шеи составляют, ну, примерно треть от всех заболеваний. Если посчитать опухоли ЦНС, то точно третью часть всей патологии детского возраста. И, безусловно, решили так, что хорошо будет, если они будут концентрироваться в одном месте, если будут люди-специалисты, которые специально обучены по разным специальностям, которые близки к этой зоне, это и хирурги, это и офтальмологи, это челюстно-лицевая хирургия, это детская хирургия, ну, и, безусловно, лекарственная терапия, то, что в комбинации или в комплексе лечения применяется. И тогда сделали вот такое вот отделение. Теперь ему 30 лет в этом году. Владимир Георгиевич, скажите, пожалуйста, а если говорить о 94-м году, наверняка в то время еще не было таких эффективных режимов химиотерапии, возможно, каких-то инновационных хирургических методов лечения, лучевая терапия тоже была несколько другой, если сравнивать с сегодняшним днем. А что тогда, какое лечение тогда вы могли предложить пациентам? Ну, я помню, что мы начинали еще в Морозской больнице, когда занимались онкологией, то у нас было там пару препаратов лекарственных, это был циклофосфан и венкористин, еще был отечественный саркализин. И вот этой комбинацией химиопрепаратов мы что-то пытались сделать. Потом появились новые препараты, которые дали сразу толчок в развитии лекарственной терапии, в химиотерапии, и мы получили большое облегчение, потому что много больных, которые приходили в запущенной стадии, мы стали превращать из неоперабельных в операбельные, и появилась надежда на их выздоровление. Можно привести пример такой, что, например, там, ну, что не касается головы и шеи, ну, допустим, то, чем я тоже занимался, опухоли печени, когда пришел, у нас было выздоровление 5-летнее 10% пациентов, потому что была только хирургия. А потом сейчас, после того, когда мы внедрили лекарственную терапию, возможности колоссально увеличились, сейчас фактически до 80% пациентов выздоравливают уже. Ну, то же самое можно сказать и про почки, можно сказать про саркомы мягких тканей, которые преобладают в области головы и шеи, особенно параминингиальная локализация. Это очень сложная зона вообще, головы и шеи, особенная зона, как в плане трудностей диагностики, так в плане лекарственной терапии, особенно хирургии, и потом восстановительного периода, реабилитации и так далее. То есть здесь и косметические функции, и функционал, потому что это глаза, обоняние, вкусовые рецепторы, голосообразование, это все вот здесь находится. Ну, я уже не говорю об опухоле центральной нервной системы, потому что это, ну, самый главный орган в нашем организме, это мозги, поэтому это очень важно. Это очень трудная локализация, очень сложная, и поначалу результаты были такие, так себе. Но вы правы, что стала развиваться лекарственная терапия, новые препараты, появились антрациклиновые антибиотики, появились препараты платинового ряда, другого характера, и это дало нам возможность вообще надеяться на выздоровление этих пациентов. У меня есть пациенты, которые, ну, живы уже там по 20, по 30, по 40 лет, у них свои дети, и даже внуки уже есть, поэтому успехи несомненно. Я только что хотела у вас спросить, а вы не могли бы рассказать, возможно, какую-то историю одного из ваших первых пациентов, которым вы помогли в своем отделении? Вот самый первый пациент, на который меня вызывали, это незабываемо, был огородов волос, эстезионеробластомы полости носа, распадающийся кровоточащий опухоль, которому потом проводили лечение, была лучевая терапия, рентген-терапия, тогда не было таких источников облучения, как сейчас. Вот, и потом была операция, она оказалась не радикальной, в принципе, там все печально закончилось, вот с этим первым моим пациентом, с которым я столкнулся. Но после этого, конечно, у меня целая серия и огромное количество пациентов, которые выздоровели, и есть пациенты, первые, которыми мы стали заниматься, это низкодиференцированный рак носоглотки, это люди, которые уже, там, за 40 лет сейчас, и там, уже 50, возможно, потому что я когда пришел заниматься детской онкологией, мне было всего, там, 22 или 23 года, то есть, ну, уже достаточно давно. Вот, и есть дети, которые болели рабдомиосаркомой и успешно излечены, и у них есть свои дети, у меня есть люди, которые, ну, получили профессии, и многие из них стали медицинскими работниками, в частности, у меня есть операционная сестра, которая была рабдомиосаркомой мягкого нога. Которая, получается, она лечилась у вас? Она, да, лечилась здесь. Да, ей было 4 годика, Надя. Вот, она лечилась здесь, мы ее полечили, полечили противопухолю лекарственной терапией, после этого была операция, я ее прооперировал, после этого была послеоперационная лучевая терапия, это было 4 года, то есть она с 4 лет до 5,5 лет находилась в клинике, ну, с перерывами лечилась, получала терапию, после этого она выздоровела, благополучно выросла, много раз приезжала там до своего совершеннолетия, встречались мы, вот, с мамой все время ездила, потом она вышла замуж, родила двух детей, прекрасно, и проработала операционной сестрой долгие годы. Есть и дети, которые стали врачами после окончания института, у меня есть мальчик, у которого был рак носоглотки, ему было 14 лет, и он получил химиолучевую терапию, хирургию тогда мы не пользовались, она была только для установления диагноза, была биопсия опухоли из носоглотки, и биопсия лимфотишейного лимфатического узла, и после этого он получил полное программное лечение, кстати сказать, по нашим протоколам, тогда у нас не было возможности пользоваться протоколами зарубежными, не было такого контакта, ну, тяжело было с работой за рубежом, поэтому мы сами придумывали, у меня есть оригинальный протокол для лечения детей, больных раком носоглотки, а кандидатская диссертация моя посвящена была злокачественным образованием лорорганов, а докторская диссертация были сравнительные варианты лечения сарком мягких тканей, и там в том числе и отечественные препараты были использованы, и в общем-то была тоже хорошая схема включена, нашего оригинальная, которая позволила вот таких добиться результатов, в частности, Надя попала в эту комбинацию и тоже выздоровела. Вот, а Вова, который закончил институт потом медицинский, и потом он работал, ну, сейчас вот связь утратилась, но ему было лет 40 или 45 уже тогда, когда последний был контакт, он был врачом ультразвуковой диагностики, прекрасно себя чувствовал, все хорошо было. Но я уже не говорю о больных, которые там были, были больны раком щитовидной железы, и которых опереживалось за все эти годы, их очень много, их просто море, и, конечно же, они живут благополучно, все хорошо, даже после того, когда им проводили радиотерапию, и даже по несколько курсов, у меня, ну, можно сказать, куча моих внуков уже после того, как они выходили замуж, даже поженились, и имеют своих детей, это счастье. А есть те, с кем вы поддерживаете связь с десятилетиями? Говорят, что уже и бабушками, и дедушками кто-то. Конечно, есть. У меня даже из-за рубежа люди, которые там эмигрировали в свое время по разным причинам, ну, часто бывает, ну, не часто бывает, а каждый год звонят, поздравляют с Новым годом, с Днем рождения, вот, и до сих пор вспоминают, у них тоже там есть уже дети, внуки, тем не менее, это вот благодарная такая память у людей сохранилась, и мы, конечно, с ними поддерживаем связь, звонки. Иногда бывает, приезжают, есть и такая радость, потому что обнять своего бывшего пациента, который стал мамой, там, папой, и стал взрослым, это неописуемая часть, правда. Владимир Георгиевич, и вот нам только что в эфир поступил, но это не вопрос, это скорее комментарий, пишут, таких случайностей не бывает, или слава Богу, что она произошла, мы в ваших гениальных руках. Кто-то написал, наверное, я очень рад, если так считают, потому что мы всегда для пациентов, мы боремся, во-первых, до самого последнего, до конца, и никогда не отказываемся, хотя бы, от какой-то минимальной возможности оказать помощь, помочь, даже, ну, такие совершенно иногда безнадежные случаи, от которых, ну, везде все отказались, мы в наш институт, в общем-то, отберем этих пациентов, с надеждой на то, что что-то вдруг, вдруг что-то получится, какой-то будет удача. Даже если мы на какой-то период времени стабилизируем заболевание, либо там добьемся временного успеха, все равно, я вот с родителями, когда говорю, я говорю, что есть шанс на то, что, ну, вот, когда я начинал, ничего не было, через два года там появились кеми препараты, и сразу результаты лучше стали. Никто не отвергает того, что сейчас вот мы стабилизировали состояние, а пройдет там шесть месяцев, что-то в мире еще откроют наши фармаценты, что-то придумают, и будет успех потом, если мы используем эти препараты дальше. Поэтому это очень важный момент, вот, удлинить сроки. То есть это действительно так, что можно сказать, что каждый год появляется что-то новое? Ну, каждый год трудно сказать, потому что это не такая простая история. Дело в том, что особенно то, что касается детей, потому что препараты проходят целую серию всяких исследований до того, пока они будут внедрены в практику, особенно в детскую клиническую практику. Вот есть FDA группа, Food and Drug Administration в Соединенных Штатах, у нас есть тоже этические комитеты, по которым, если появляется на рынке какой-то новый препарат, он идет в использование прежде всего у взрослых, а у детей это всегда притормаживается, и мы немножко с запозданием применяем эти препараты, потому что они оффлейбл, так называемые, по разрешению специальной врачебной комиссии, мы это делаем, безусловно, и сейчас есть, с этой точки зрения, послабление со стороны закона и помощь со стороны Министерства здравоохранения и различного рода благотворительных организаций, которые нам в этом деле помогают. Если мы обосновываем необходимость применения такого препарата, то, как правило, мы все-таки добиваемся того, что мы его используем. Поняла, Владимир Георгиевич, спасибо. И позвольте, я зачитаю, нам пришло еще несколько комментариев, пишет Инесса. Добрый день, какие чудесные и трогательные истории, низкий поклон за ваш труд, профессионализм и такой огромный вклад в развитие детской онкологии и спасение стольких жизней, Владимир Георгиевич. Спасибо большое, мы стараемся. Спасибо вам большое, здоровья вам, поклон большой за ваш труд. Спасибо. Добрый день, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, душевное отношение к каждому ребенку, здоровья вам и низкий поклон. Спасибо, спасибо большое. Владимир Георгиевич, перед тем, как мы перейдем к лечению опухолей головы и шеи и подробно разберем, что происходит сейчас. Позвольте вас спросить про диагностику. Вы сказали, что она, можно сказать, абсолютно изменилась. Скажите, не сильно изменилась. Конечно, мы начинали, у нас там в арсенале тех лет, когда я начинал, ну, что касается головы и шеи, это был там отолерингологический осмотр, риноскопия, фарингоскопия, отоскопия, рентгенография, там, грудной клетки, предаточных пазух носа или, как это правильно сейчас говорить, около носовых пазух, височных костей, по щулеру, по майеру, укладки были, кто мои доктора здесь слушает, коллеги прошлого поколения, они это еще помнят. Конечно, потом появились новые методы визуализации, которые нам очень сильно облегчают существование и жизнь и для установления диагноза тоже. Появились методы эндоскопии, визуализирующие, можно было сделать, вы попробуйте ребенку осмотреть носоглотку, когда ему 5 лет, да, каждый из нас представляет, что такое ребенок 5 лет, которому давно, ну, надо посмотреть просто, есть ли у него аденоиды, нет аденоидов, и поставить диагноз правильный, вот, а если, ну, такой довольно длительной манипуляции, плюс еще биопсия нужна, если мы подозреваем какое-то новообразование, то это целая история. Сейчас в этом нет проблем, потому что есть эндоскопические возможности, есть специальные эндоскопы, тоненькие, для самых маленьких детей, там, буквально для новорожденных можно использовать, ну, и кроме того, все это делалось обычно без общей анестезии, под крикоином, как это называлось тогда, потому что ребенок кричал, его надо было держать, как-то связывать, и проводить жестокие манипуляции. Сейчас все совсем по-другому, любая манипуляция инвазивная, ну, и даже не очень инвазивная, но которая вызывает у ребенка какой-то страх, чувство отторжения, вот, чтобы преодолеть, ну, более взрослых детей, конечно, мы уговариваем для того, чтобы не нагружать чем-то его, но если маленький ребенок, без всяких вопросов, если какая-то инвазивная процедура, ему дается анестезиологическое пособие, очень короткий наркоз, в течение которого проводятся все необходимые манипуляции, причем мы стараемся совместить все вместе, ну, например, если ребенку надо сделать эндоскопическое исследование с оглотки, делается и параллельно, выполняются там пункции необходимые, там, лимфатического узла, либо новообразования, либо костного мозга, либо это любая пункция, то есть, так, чтобы в один наркоз свести, все максимально много, чтобы повторно не использовать, но если даже мы это делаем повторно, то это не страшно, потому что и анестезиологическое пособие, оно не такое, как это было, там, 30 лет назад, это совсем другие препараты, они не вызывают такого тошнотворного действия, дети после такого наркоза, там, через 5 минут, 10 минут, он же бегает, все в порядке. И это не такой наркоз, как во время операции, это совсем другое, да? Ну, это глубокое, да, такое, это, да, такой, при медикации иногда достаточно бывает, а иногда бывает короткодействующие натравиальное введение препарата, которые работают там в течение 5-10 минут, чего нам достаточно бывает для того, чтобы провести эти манипуляции, и все, и все хорошо. Владимир Георгиевич, а можно сказать, что вот с появлением этих новых методов диагностики к вам в отделение стали поступать дети не на поздних стадиях, а в большинстве своем на ранних, или все равно, не поменялось. Сложно так сказать, потому что все равно, ну, так называемая, как мы говорим, профессиональная сообщесть, запущенность, она остается на достаточно высоком уровне, несмотря вот, ну, ни на что, несмотря на развитие методов диагностики, несмотря на образование, потому что мы читаем лекции, выступаем по телевидению, у нас есть выездные циклы, которые вот наш директор, Светлана Рафаэльна, организовала дальние регионы, там и ближние регионы, и все, и мы, в общем-то, сеем свет, у нас есть кафедра, на которую приезжают все. Дело в том, что это не только связано с диагностическими возможностями, безусловно, это очень сильно добавило, повлияло на более раннюю диагностику, и более такую расширенную, более сложную метод диагностики. Мы с вами еще не поговорили о тех методах, которые есть, я сказал только там про эндоскопию, но есть еще визуализирующие методы, такие как компьютерная томография с контрастированием, либо нативная, это магниторезонансная томография, это ПЭТ-КТ, позитронно-эмиссионная томография, это радионуклиды, которые мы используем в радиозастопной диагностике, разные для разных тканей, разная радионуклидная диагностика. Ну и есть еще целая серия тех исследований, к которым мы сейчас прибегаем, это лабораторная диагностика, это иммунодиагностика, это молекулярно-биологическая диагностика, что сейчас является вообще перспективой в развитии детской онкологии, в частности в диагностике, более ранней диагностике, на основании которой мы восстанавливаем более точный диагноз, когда мы перейдем к лечению, то именно на этом зиждется сейчас эта диагностика, и это большая-большая перспектива генетические, молекулярно-биологические исследования. Но это нельзя не принимать во внимание, то, что у нас есть возможность провести МРТ, МРТ там всего тела, или каких-то отдельных локализаций, и на основании этого не только поставить диагноз, но и в процессе лечения оценить несколько раз курс терапии, оценить, как дело двигается. Если мы видим, что это все идет хорошо, значит, мы там можем продолжать эту терапию, если мы видим, что не очень, мы можем поменять линию химиотерапии, либо использовать какие-то другие возможности воздействия на опухоль, и так далее. Поэтому я ушел от вопроса, от диагностики. По поводу детей, которые поступают к вам в отделение. А те, которые поступают в отделение, с такой или не стадией поступают, или с другой, вот, не только диагностика, дело в том, что у детей это же проблема. Маленький ребенок не может пожаловаться на что-то. Это большая проблема у малышей. Кроме того, часто опухоль имеет такую скрытую локализацию. Ну, например, опухоль средостения. Она никак не проявляется до той поры, пока не станет, не вырастет большой. Или опухоль, допустим, в области носоглотки той же, чем мы занимаемся. Маленькие дети это часто болеющие дети. Там, респираторная вирусная инфекция, аденоиды, это танзелиты, всякие воспалительные процессы, которые маскируют начало развития этого заболевания. Вот на фоне вот этих всех дел это прячется. Это такие, ну, скажем так, маски онкологических заболеваний. То же самое касается там брюшной полости или каких-нибудь опухолей опорно-двигательного аппарата. Потому что часто бывает так, что ребенок активный, живой, у него там появилась боль в плече, там лопатки где-нибудь в нижней конечности. Это связывает, допустим, там с нагрузкой физической либо с какой-то травмой ребенок спортом занимается. Бывает, что это упускается из вида. Внимание родителей, вот эти вот проблемы скрытой локализации. Кроме того, еще проблема, конечно, есть и морфологической диагностики, потому что вроде бы очевидно, что как будто бы объемный процесс, опухолевый процесс, и тогда на основании визуализирующих методов диагностики ставится, ну, скажем так, подозрение на злокачественный процесс, и по месту жительства выполняется биопсия. К сожалению, есть ошибки морфологической диагностики, они остаются, потому что, ну, скажем, где-то в регионе не так сильны морфологические службы, для того, чтобы иметь большой опыт, нужно иметь большое количество больных, но такое количество пациентов онкологических, конечно, у них нет. Поэтому созданы референсные центры, куда из регионов направляются эти вот биоптаты для точного подтверждения диагноза. И это за последние годы, это очень здорово нам помогает, подтверждает диагноз, и мы можем тогда начать правильную терапию и своевременную терапию. Но все равно запущенность все-таки остается высокой. И даже по Москве, я не могу сказать, что там в регионах, но даже по Москве все равно остается запущенность именно из-за вот этих нюансов. Поняла. И, Владимир Георгиевич, к нам уже поступают вопросы конкретные. А, еще несколько благодарностей позвольте перед этим. Спасибо большое. Спасибо всем. Анастасия пишет, вы настоящий профессионал своего дела. Здоровья вам и вашим пациентам. Вы совершаете настоящие чудеса. Спасибо. Я думаю, это абсолютно правда, Владимир Георгиевич. Ну, чудеса не чудеса, но мы же стараемся близко к этому что-то делать. Иногда бывают чудеса сам для себя, иногда не веришь в то, что получилось, потому что иногда совершенно безнадежный какой-то вариант, и ты берешься за то, что трудно себе представить, что что-то получится, и вдруг, когда получается, это потрясающе. Поэтому, да, действительно какие-то близко к чудесам. Близко. Владимир Георгиевич, у нас, к сожалению, время идет неумолимо быстро, поэтому я предлагаю перейти уже к лечению. Ну, давайте. И мой первый вопрос. Я знаю, что в рамках вашего отделения создана специальная группа, которая занимается именно опухолями центральной нервной системы. Правильно? Да. Скажите, пожалуйста, а почему вот возникла необходимость создать целую группу? О, это целая проблема. Давайте, если мы разберем, что такое голова и шея, то это, я бы сказал, что это треть заболеваний находится здесь, потому что это кожа, это опухоли центральной нервной системы, это глаз, это орбита, это наружные мягкие ткани лица и головы, и шеи, мягкие ткани, это опухоли, так называемые, параминингальной локализации, то есть это полость носа, около носовой пазухи, носоглотка, основание черепа, крылонебная ямка, подвисочная ямка, это огромный спектр всех вот локализаций заболеваний, это опухоли костей лицевого скелета, опухоли нижней челюсти, опухоли верхней челюсти, наконец, на шее, это опухоли мягких тканей, это нейробластомы, это опухоли щитовидной железы, это опухоли слюнных желез, есть большие и малые слюнные железы, то есть это колоссальный такой агломерат всякой патологии, которая расположена в области головы и шеи, вот одним из наиболее крупных этих структур, это является опухоли центральной нервной системы, вообще в структуре общей заболеваемости детей, если взять там примерно 50% это опухоли заболевания крови, злокачественные, гемобластозы, и вторая половина, чуть-чуть побольше, с учетом ЦНС, это опухоли солидного характера, то есть которые имеют какую-то тканевую принадлежность, ну, например, опухоли печени, мягкие ткани, кости, глаз непосредственно, язык, щитовидная железа, так вот, опухоли ЦНС в этой структуре, во всех 100% они занимают, ну, собственно говоря, второе место, потому что на первом месте это лейкозы, 30% в разные варианты, 15% в лимфом, и опухоли ЦНС, ну, по разным там данным, от 18 до 22% составляет, то есть это фактически каждый пятый ребенок, который заболевает злокачественной опухолью, он имеет опухоли ЦНС, вот это вот и обусловило то, что таких больных надо собирать, концентрировать, надо создавать команду, которая была, работала бы в этой области, потому что эта команда должна быть многофункциональной, это и диагносты, это и неврологи, это детские онкологи, которые занимаются химиотерапией, это нейрохирурги, это психиатрическая служба, это реабилитационная служба, ну, и все, что вокруг с этим связано, офтальмологи, потому что это все очень близко здесь, и вот это вот обусловило то, что у нас было создано такое направление по детской нейроонкологии, ну, сначала нейроонкология, то есть это больные, которые подлежали лекарственной и лучевой терапии, а потом по распоряжению директора института Ивана Сократича в стилите было подписано такое распоряжение о создании нейрохирургической службы, хотя нейрохирургическая служба у нас в Москве представлена, это институт Бурденк, это Морозская больница, это Республиканская больница, но тем не менее, с учетом такого достаточно большого количества пациентов, у нас стала тоже развиваться эта нейрохирургическая служба, тем более, что мы имеем счастье и возможность иметь под боком рядом своих опытных людей, которые занимаются взрослой нейрохирургией, и нет отдельной специальности нейрохирургии детская, есть просто нейрохирургия, поэтому все ребята, которые работают в отделении нейрохирургии, они с удовольствием включились в этот процесс, и сейчас мы активно развиваем это направление. Владимир Георгиевич, я понимаю, что сейчас задам вопрос, который является темой для отдельного эфира, или даже эфиров, нескольких точно, но скажите, пожалуйста, сегодня, какие есть, наверное, перспективы лечения опухолей центральной нервной системы, опять же, что изменилось по сравнению с тем, что было в 94-м? Ну, много изменилось, дело в том, что, во-первых, это все зиждется на как раз тех исследованиях, о которых я говорил, это молекулярная диагностика, биологическая диагностика, когда мы можем определять генную структуру опухоли, когда мы можем воздействовать не только химиопрепаратами и лучевой терапией. Раньше вообще рентгенотерапия была, просто облучали опухоль головного мозга, причем рентгеном, там до 120 грей доводили и сжигали все, что можно было, потом появилась дистанционная гамма-терапия, которая, ну, более благоприятно воздействует на организм при 100% поражении, допустим, опухолевого очага, все равно процентов 30-40, иногда 60% попадает на здоровые ткани, которые убиваются и потом прекращают расти, особенно, если это в младшем детском возрасте. Сейчас появились другие возможности, у нас развивается протонная терапия, вероятно, будет нейтронное облучение, ну, у нас есть такие прецизионные методы лучевой терапии, как гамма-найф, гамма-нож и кибер-нож, и в структуре нашего центра есть и то, и другое, слава Богу. Вот, а что касается лекарственной терапии, безусловно, ну, во-первых, совершенствуются классификации заболеваний опухоли центральной нервной системы, и, конечно же, среди них есть крайне неблагоприятные заболевания, но есть и те, с которыми мы уже научились бороться, такие там, как, допустим, медовая областома, где мы имеем достаточно очень хорошие результаты, безусловно, остаются проблемы диффузные глиомы головного мозга, потому что это структуры, которые не поддаются лекарственной терапии, не поддаются лучевой терапии, в общем-то, мы, то, что мы проводим, это приводит к большей степени к стабилизации, но с последующим прогрессированием в дальнейшем. Это во всем мире так, и над этим очень много работает ученых, и мы работаем в этом плане, всякие изыскания проводятся, какие-то разрабатываются новые протоколы, внедряем, вот, и, ну, какая-то надежда так, где-то появляется даже при таких заболеваниях, но, тем не менее, пока что это вот такой стабильный вариант. По сравнению с тем, что было, ну, вообще, это разительные успехи, потому что я в свое время был в Париже, во Франции, на учебе, и там в те годы, это было, по-моему, начало, нет, середина 80-х годов, это было, и там появились только первые протоколы, СИОПовские, это Society International Pediatric Oncology, и французское общество тоже детских онкологов, СФОП, на котором демонстрировали то ли пять, то ли шесть пациентов, первых, которым стали проводить химио-лучевую терапию, вот, и это был такой, там, грандиозный успех, это были такие первые шаги в развитии именно вот этого направления. Сейчас, конечно, это весь мир занимается, и успехи очевидны, вот, это, конечно, связано не только с лекарственной терапией, это и таргетная терапия, которая появилась, вот это как раз к чему я все молекулярно-биологическим основам провожу, потому что на основании этого выявляются какие-то мутации, на которые могут воздействовать препараты таргетного действия, таргетного, то есть это, ну, какая-то существует мишень, на которой этот препарат конкретно работает, и у нас сейчас появились эти препараты, которые мы используем, но проблема вот только то, что мы их используем часто оффлейбл, то есть вот по назначению комиссии, а не в широком плане, как это делается у взрослых, которые уже прошли апробацию, и которые внедрены, и так далее, а так, в общем-то, мы тоже к этому процессу присоединены. Я как раз хотела вас спросить, Владимир Георгиевич, когда вы заговорили про лекарственное лечение, ну, за последнее десятилетие появилось очень много и таргетных, и иммунопрепаратов, и новые режимы химиотерапии для взрослых, их действительно очень много, скажите, пожалуйста, а насколько эти препараты применимы для детей? Ну, многое, большое количество препаратов, которые используются у взрослых, они используются в детской практике. Другое дело, что у нас совершенно различная морфологическая структура. Если взять взрослых, больных, то там раки прежде всего, то есть это эпителиальные опухоли, рак легкого, рак матки, рак желудка, это вот такие рак молочной железы, рак шейки матки, это те нозологические единицы, которые наиболее часто встречаются во взрослой практике. В детской практике мы этого не видим, у нас не бывает. У нас это гемопластозы и мезинхемальная злокачественная опухоль, то есть саркомы. Ну, в связи с этим из спектр препаратов, которые работают, они, конечно, безусловно, отличаются. Хотя, во многом где-то пересекаются и сходятся там те же препараты, которые используются у больных взрослых для лечения сарком, мягких тканей, костных сарком, ну, собственно говоря, они те же самые, что и у нас, и схемы похожие. Единственное, могу сказать, что мы более агрессивно лечим детей и те протоколы, которые мы проводим, они, ну, наверное, менее переносимы, если бы это было у взрослых, потому что дозировки немножко другие, режимы более жесткие, но мы лечим детей навсегда ведь, не для того, чтобы продлить два года жизни, если мы, допустим, взрослого полечили, и он прожил еще благополучно пять, там, или даже десять лет, то это для нас не задача, для нас задача вообще ребенка оставить живых, чтобы он прожил полноценную жизнь потом, поэтому такие вот жесткие условия и, соответственно, мы таким образом работаем. Получается, что детский организм сильнее взрослого, если вы говорите, что взрослый... Он более пластичный, я бы не сказал, что сильнее, но он более пластичный, но и мы к этому так подходим. Сопроводительная терапия немножечко другая, инфекционный контроль может быть другой, когда мы проводим всю эту терапию, вот, и, в общем, даже там протоколы, которые используются при лейкозе, например, у взрослых, это труднопереносимые, а дети, а детей мы вылечиваем, сейчас от лейкоза у нас больше 90% остров левобластного лейкоза больше 90% больных выздоравливает, вот, так что в этом есть свои особенности. И у нас, Владимир Георгиевич, комментарии не прекращаются, пишет нам Богдан, спасибо за доброе и внимательное отношение, благодарим от чистого сердца, пусть каждый пациент выздоравливает, верим, что вы, Владимир Георгиевич, добрый детский волшебник. Ну да, есть такое бывает, так зовут иногда. Спасибо, Богдан, спасибо большое. Вас в отделении называют волшебником? Ну, в отделении нет, не зовут, а так, пациент. Кто-то бывает, да. Владимир Георгиевич, не скромно, но да, Да. Владимир Георгиевич, я предлагаю пойти дальше, мы очень часто, даже вот в наших социальных сетях, официальных онкоцентров, по телевидению, слышим про успехи в лечении ретинобластома. О, вот как раз, да, я стал говорить, вот эти опухолиционез, да, как отдельная группа, и ретинобластома, ретинобластомы, ну, конечно, давно занимаются в офтермологических центрах, в институтах, но на базе Морозской больницы было офтермологическое отделение, в котором работала, была Моисеяна Белкина, моя большая и дорогая мне очень человек, подруга, с которой мы оттуда пришли из Морозской больницы и стали работать здесь, вот я говорил, что у нас в отделении опухоли головышей было два человека, Белкина и Поляков, вот, а потом уже пришли новые люди, которые сейчас работают, остались, вот, и выросли, они там, защитили кандидатские диссертации, докторские диссертации, профессорами стали в отделении, вот, ретинобластомы, это, ну, как особая такая статья, это отдельное заболевание, это злокачественное образование сетчатки, которое встречается, ну, примерно в России заболевает около двухсот человек в год таких пациентов, первично, вот, плюс те больные, которых вылечились, у нас большой-большой такой ВОЗ уже этих пациентов, которых мы наблюдаем, они на катамнезе, они пишут, они консультируются, получают консультации по телемедицинской консультации, либо напрямую, и так далее, и была, с учетом того, что это все-таки такая группа специфическая, конечно, нужны офтальмологи, и вот Белла Масена подготовила себе ученицу, и мою в том числе ученицу, это Татьяна Леденовна-Ушаркова, доктор медицинских наук, профессор кафедры, которая сейчас возглавляет эту группу, да, мы действительно создали группу, такую научную, научное направление по ретинобластоме, потому что у нас есть, в общем-то, все возможности для того, чтобы заниматься этой патологией, значит, резинобластомы в больнице в Морозске, когда начинали, был склопосфан, венкристин, проводили такую терапию, и потом проводили лучевую терапию, то же самое было здесь долгие годы в онкологическом центре, когда мы переехали сюда, и всем детям фактически проводилась лучевая терапия, после чего дети, даже если выздоравливали, но это было такое выздоровление некрасивое, потому что если ребенку год, а заболевание чаще всего встречается там год-два, ну, до четырех лет максимально диагностируется, бывает и в возрастном возрасте, но чаще всего именно в этой зоне находятся пациенты, и когда проводится лучевая терапия, лучевая терапия на орбиту, маленький ребенок кости черепа перестают расти, орбита маленькая остается, даже если ребенок выздоровеет, такая асимметрия, просто, ну, страшно смотреть, и потом это ничем не исправишь никакими пластическими операциями, и мы потихонечку, потихонечку, как-то процесс был такой, что мы отходили, отходили, отходили от возможностей, от необходимости облучения, вот, и когда-то в 2010-ом, по-моему, году нам попалась там статья японских авторов, которые писали о проведении интерартериальной химиотерапии, я тогда Татьяну Леонидовну наладил с еще одним доктором из интернационной хирургии, от Бориса Ивановича Долгушина, мы наладили их на обучение в Японию, они туда съездили, привезли методику эту, и мы потихонечку стали ее внедрять здесь. А можно вас попросить рассказать, что за методика? Методика интерартериального введения химиопрепаратов, то есть, это мы избегаем введения в русло, когда высокая токсичность препарата, и для того, чтобы он попал на сетчатку, там, где опухоль расположена, нужно вводить большую дозу препарата этого, а здесь селективная доставка химиопрепарата непосредственно в сетчатку, то есть, это через бедренную артерию проводится проводник до внутренней сонной артерии, до ее ветвей, до артерии офтальмика, то есть, глазная артерия, и через глазную артерию подводится катетер непосредственно к сетчатке, к глазу, и через него вводится препарат. Совершенно другая доза и совершенно другое воздействие. И таким образом, при проведении вот этих СИАХ, называется, селективная интерартериальная химиотерапия, благодаря развитию этого метода, который сейчас используется, ну, 98% пациентов получают лечение у нас этой методикой. Кто-то пробует там в Питере, кто-то попробовал в Казахстане, там Татьяна Леонидовна ездила, обучала их, вот кто-то еще где-то пробует, но это не такая простая методика, но вот мы ее освоили, сначала было много осложнений, сейчас это все хорошо, и у нас опыт лечения таких пациентов, пожалуй, больше, чем в всех европейских странах, где этим занимаются, и в Италии, и в Швейцарии, и в Германии, и так далее, вот, и мы вошли в международное сотрудничество, у нас протоколы общие есть, у нас есть общие публикации международные по этому плану, и результаты у нас классные, хорошие, одинаковые, что там в любой европейской стране, либо в Японии, в Америке, все абсолютно одинаково, и кроме того, еще есть местный метод лечения, это интравитриальное введение, то есть если есть от север стекловидное тело, то вводится еще просто непосредственно в глаз препарат в стекловидное тело, там где есть от севы, я не убиваю с этими препаратами, это тоже не токсично, это достаточно, ну, не могу сказать, что просто, но с нашей точки зрения уже просто, на самом деле, но это очень хорошие методики, которые позволили убрать фактически целиком дистанционную лучевую терапию, только в самых вот крайних случаях, когда есть экстрабульбарный рост, распространение за глаз, и там требуется проведение лучевой терапии, остальные пациенты, они идут на органсохраняющее лечение, и мы сократили количество инокуляций удаления глаза на много-много процентов, и лучевую терапию тоже, поэтому это очень большое достижение. Можно сказать, что в лечении ретинобластомы все технологии направлены на то, чтобы максимально, ну, бережно отнестись к организму ребенка. Это органсохраняющее лечение, и мы видим очень хорошие результаты, потому что сохраняется не только глаз, как орган такой внешний, косметический, но он еще и функционирует, чем зрение, и ребенок не теряет, либо какое-то предметное зрение хотя бы остается, это очень важно, просто предметное зрение, если он ощущает светоощущение, уже ребенок бинокулярно может ориентироваться в пространстве, это очень важные моменты. Но Татьяна Линьковна целая команда теперь работает офтермологов, которые занимаются этими методами, кроме всего прочего мы развиваемся, и в перспективе у нас еще внедрение других методов локального воздействия, это транспопулярная термотерапия, то есть лазерная коагуляция, еще то, что мы сейчас не делаем, отправляем этих пациентов на долечивание в институт Гельмгольца или в институт Федора. У нас триумвират, в свое время я создал такой вот тройственный союз между тремя институтами, у нас общий протокол, и мы меняемся пациентами, если там приходит больной с распространенной стадией, они его направляют к нам, если мы полечили эту стадию и там остается надо сделать какое-то воздействие локальное, то мы отправляем туда и у нас общая работа такая идет. Получается, что такой максимальный уровень сотрудничества есть не только в вашем отделении между группами разных врачей, еще и между разными огромными институтами, например, с Гельмгольцем и Федорова. Есть такое. Скажите, на ваш взгляд, почему важно всем работать вместе, сообща? Есть такая украинская пословица «гуртом и батьком можно побить». Когда все вместе объединяются, то можно все, что хочешь сделать. Есть сказки русские народные, когда мальчику дают тростинку переломить, он ее ломает. Две дают, он ломает, три дают, ломает. А когда целый сноп дают такую вязку, он ничего не может сделать. Поэтому мы объединяемся, потому что с нами ничего сделать нельзя, а во-вторых, мы много сами можем сделать. Это точно. Правильно? Да. Владимир Георгиевич, у нас продолжают приходить спасибо, благодарности. Катерина пишет, лечим детей навсегда. Спасибо большое вам. Владимир Георгиевич, благодарим вас от всего сердца. Самые добрые глаза, что я встречала в своей жизни. Ого, как приятно. Спасибо. Все так. И мы идем дальше. Владимир Георгиевич, насколько я знаю, вы являетесь основоположником хирургического метода лечения опухоли щитовидной железы? Ну, нет, это слишком громко сказано, потому что еще Кохер там 300 лет назад сделал первую операцию на щитовидной железе, и этим, конечно же, занимались взрослые онкологи, хирурги, но что касается такого правильного направления, то есть правильных вариантов оперирования на щитовидной железе, то это, да, это наши разработки, потому что на основании опыта взрослых, когда я пришел сюда, здесь уже было отделение опухоли головы и шеи, возглавлял одно отделение Александр Ильич Пачес, наш профессор, еще одно отделение было заведующей кафедрой посовершенствования врачей, мой учитель, непосредственно который меня учил оперировать и щитовидную железу, в том числе, это Юрий Валерьевич Фалилеев, член-корреспондент Российской Академии медицинских наук, вот я их еще застал живыми и слава Богу, что застал, потому что это были чудесные, прекрасные специалисты, люди и я многому научился у них и переняв опыт лечения пациентов взрослого этого периода, я, соответственно, перенес эти все моменты онкологического плана на детей, потому что раньше они делали, допустим, то, чем занимался Юрий Валерьевич Фалилеев, они разрабатывали методики фасциально-футлярного исечения лимфатических услов клетчатки шеи, допустим, если где-то на месте оперировали щитовидную железу, ну, убирали узел, а там оставались отсевы, там оставались метастазы, и после чего возникали рецидивы, повторные операции, часто калечащие, потом диссеминация, метастазы в легких, в костях, и, в общем-то, это все плохо заканчивалось, вот, а когда мы стали подходить к этому вопросу как онкологи, а не как детские хирурги, ситуация, конечно же, изменилась, в этом еще сильно повлияла и чернобыльская катастрофа, потому что у детей были радиоиндуцированные раки, мы много ездили по облученным, зараженным этим районам, где выявляли этих пациентов, я был главным детским онкологом страны в свое время, и нам удалось сделать приказ о том, чтобы этих пациентов не оперировали нигде, кроме как вот в Обнинске, где занимались тоже этой патологией радиоиндуцированными раками, и у нас в институте, и у нас большая серия пациентов, которые прошли после этого с радиоиндуцированными раками, и на основании там пройденных исследований были написаны диссертации, и мы выявили, что после радиоиндукции рак помолодел, во-первых, такой, раньше не встречался, чтобы рак был там в 3-4-5 лет, в 6 лет, обычно это удел пубертатного, препубертатного, пубертатного возраста, и чаще всего это было у девочек, а вот когда радиоиндуцированные раки пошли, то выяснилось, что эти раки стали встречаться чаще в более младшем возрасте, где-то выровнялось соотношение между мальчиками и девочками, кроме того, мы выявили его агрессивность большую, более частое метастазирование, более частое прорастание, и так далее, и так далее, и на основании этого даже изменили концепцию хирургической стратегии, и это очень повлияло на результаты, если раньше там были рецидивы порядка 20-24% у этих пациентов, которые оперировались где-то, то сейчас это составляет 2,5-3%, что соответствует мировой статистике, то есть очень хорошие результаты, кроме всего прочего, у нас вообще сейчас есть полный замкнутый цикл лечения детей с опухолем щитовидной железы. Расскажите. Мы боролись за это долгие годы, потому что раньше мы просто их оперировали, оперировали, потом мы отправляли на лучевую терапию в Обниск, в Нижний Тагил, там было еще в Питере три отделения было, куда можно направить этих пациентов, а теперь мы их оперируем, у нас есть эндокринологи в штате, которые назначают гормональную терапию или поддерживающую либо супрессивную терапию в зависимости от диагноза и кроме всего прочего, у нас есть отделение радиотерапии теперь для получения радиоактивного йода. То есть вот ребенок приходит сюда полностью, вся диагностика, естественно, которая у нас в нашем воспоряжении есть, включая радиотерапию методы диагностики, далее хирургия, которая в полном объеме проводится, ну, все, в радикальном объеме, и после этого консультации радиотерапевта, который тоже вот сегодня выписывается пациент, и я его направляю, если это необходимо, на консультацию радиотерапевта для того, чтобы они назначили лечение радиоактивным йодом. Это тогда, когда имеется метастатическое поражение либо лимфоузлов, либо легких, вот, и они назначают терапию, и больной выпадает из нашего наблюдения, он все время здесь, мы его контролируем, и это очень важно, потому что, когда вот в других учреждениях где-то оперируют, соперировали и отправили домой ребенка. Дальше он не знает, куда деваться, но в лучшем случае эндокринологи его наблюдают, и при развитии рецидива потом куда-то направляют опять в онкологическое учреждение. А здесь они не теряются, они концентрируются у нас, мы можем это все делать в одних руках, это очень здорово, поэтому это очень важный такой вот момент. Вы сказали про хирургию, скажите, пожалуйста, а куда сейчас вообще движется хирургия в плане опухоли щитовидной железы? Я имею в виду, стало ли лечение более органосохраняющим, может быть, опять же, более щадящим? Да. Это, вы знаете, что за то время, как я работаю, тенденция меняется уже, наверное, третий или четвертый раз, потому что, когда я пришел, была тенденция к тому, что надо проводить органосохраняющие операции, и что прогностически, ну, неважно, там, через 3-4-5 лет, или через 10 лет возникнут рецидив или метастазы, потому что высокодиференцированный рак щитовидной железы, который наиболее часто встречается в детском возрасте, он имеет такое, ну, торпидное, не такое течение, не горячее, не то, что как вот саркома бывает, да, она сейчас заболел, через месяц уже метастазы, через месяц уже там распространение, костная деструкция, мягкие ткани, инфильтрации и так далее. Папиллярный рак, он такое более медленное течение имеет, развитие, но да, вот взрослые говорят, ну, сейчас оперировали, ну, будет там рецидив через 10 лет, но еще раз прооперируем его и так далее, нет. Это была такая тенденция, после этого, значит, взгляды изменились, особенно после Чернобыльской катастрофы, вот, и мы стали оперировать более радикально, то есть даже небольшие опухоли, если там рак, то это была, ну, минимальным объемом операции считается гемитериодиктомия, то есть это половина резекция щитовидной железы, половина остается, половина удаляет. Это не нуклеация, не вылучивание узла, как в хирургии делалось, или резекция доли, она вот состоит из двух долей, как бабочка щитовидная железа, вот, если там узел находится, допустим, где-то в верхнем полюсе, ну, что делали хирургии, они просто отсекали верхний полюс и оставляли там три четверти этой доли и целиком это, нет, неправильно, потому что бывают отсевы непосредственно в самой доле щитовидной железы и часто приводят это к рецидивам, кроме того, еще есть микрометастазы, которые потом реализуются, поэтому минимальным объемом считается гемитериодиктомия, то есть половинная резекция и сейчас мы убираем центральную клетчатку шеи, которой до от 17 до 30 процентов случаев наши морфологи выявляют микрометастазы. Вот здесь война идет между эндокринологами, онкологами, детскими и взрослыми, и мы никак не можем договориться об объеме хирургических вмешательств и как это дальше развивать будет. Сейчас в последних клинических рекомендациях мы, не знаю, на мой взгляд, пошли, может быть, на поводу у исследователей западных наших, у эндокринологов, которые считают, что если там появляются, допустим, микрометастазы паратрахиальной клетчатки, если их мало, если они не превышают там определено 3 миллиметра, то можно делать урно-сохраняющее лечение и потом наблюдать. У меня трудный такой для меня вопрос, который я сам в себе пока не могу решить, хотя эти клинические рекомендации изданы, я думаю, что мы посмотрим, но коли такая тенденция мировая есть, мы посмотрим и после некоторого времени мы оценим, на правильном пути или нет. Если нет, то мы вернемся к нашей радикальности тогда. Это очень такой сложный вопрос, не только хирургический, он ведь еще и социальный очень сложный вопрос, потому что териодиктомия влечет за собой безусловно пожизненное назначение гормональной терапии. Кроме того, это более обширное хирургическое вмешательство, при котором можно повредить там, допустим, возвратные нервы. Но мы этого не делаем вообще, в принципе, никогда, если только там прорастания нету, можно убрать нечаянно, это часто бывает, парочитовидные железы, благо, что она не одна, а несколько, и это компенсируется, обмен кальция. Потому что если без парочитовидных желез ребенка оставить, это тоже инвалид на всю жизнь. Поэтому вот такая вот тенденция. Сейчас у нас будет конгресс по детской онкологии, и на этом конгрессе, несмотря на то, что клинические рекомендации написаны, мы все равно собираемся обсуждать вот эти вот нюансы. я думаю, мы обязательно расскажем о вашем конгрессе. Обязательно, да, конечно, и там много чего интересного будет. Мы обязательно об этом расскажем, и тогда у меня еще один вопрос. Скажите, Владимир Георгиевич, как вы считаете, опухоли щитовидной железы, все-таки их опыт сконцентрирован, опыт их лечения сконцентрирован больше в федеральных центрах, или в целом оперироваться можно и по месту жительства? Нежелательно, потому что для того, чтобы оперировать щитовидную железу, надо быть тонким хирургом, надо иметь большой опыт. И надо так, чтобы эта операция не выполнялась врачом, который выполняет эту операцию два раза в год. Это должна быть, ну, такая, ежедневная работа. Это же хирургия, вообще это ремесло. Вот, если делать это каждый день, ты становишься мастером. Если ты делаешь это раз в год, да, ну, даже самый большой мастер, я после отпуска прихожу, я уже теряю квалификацию. 30 дней, если я не работал и ничего не делал, уже я теряю квалификацию, я теряю ощущение нити, которые там вязать надо и так далее. Вот, а если человек это делает, ну, раз, два раза в год это не... То есть, это вовсе не начинает. Иногда он может сделать это действительно там хорошо, но это иногда. Чаще все-таки бывает, когда, ну, неадекватный объем операции, потому что, если оперируют детский хирург, он с точки зрения хирургии, как я говорил, вот раньше мы смотрели на это, да, хирургия, либо он инкуляцию делает узла, либо резекцию доли, там, и так далее, и так далее, не знаю, с каких побуждений, не соблюдая футлярности, не соблюдая того, что это опухоль склонна к метастазированию, надо смотреть, ревизию делать зону метастазирования, убирать это все оттуда и так далее. Поэтому желательно, чтобы это делали, безусловно, федеральных центров, где есть подготовленные люди к этому заболеванию. Вполне однозначный ответ, Владимир Георгиевич. Ну вот, да, ну, конечно, конкретно. Владимир Георгиевич, у нас время уже почти закончилось, и, наверное, сегодня наш такой праздничный эфир, посвященный 30-летию вашего отделения, и я, наверное, вас попрошу немножко приоткрыть нам дверь в будущее. Скажите, что нас ждет в плане лечения опухоли головы и шеи? Ну, я думаю, как и во всей детской онкологии, нас ждет успех, удача, просто надо работать ежедневно, работать, ну, по современным всем тенденциям, следить за мировой литературой, за теми достижениями, которые есть, изобретать самим, придумывать самим, внедрять самим, и я думаю, что, конечно же, мы будем развиваться дальше и дальше. Остановить этот процесс на самом деле невозможно, потому что, ну, как и все в мире имеет тенденцию к развитию, так и медицина. И особенно в том плане, что появляются какие-то новые возможности, и мы не должны сейчас роботической хирургии, например, да, появились там лапароскопические, торакоскопические методы лечения, трансназальная дохирургии, кстати, мы не сказали об этом еще, это большой-большой фрагмент, которым мы занимаемся, это трансназальная хирургия. Раньше мы делали разрезанные лица для того, чтобы добраться до основания черепа, до крылонем, на ямке, до носоглотки. Сейчас это делается через нос с использованием эндоскопической техники, хирургии, это вот как-то забыли, это упустили, это очень большое такое направление, которое мы очень активно развиваем, это очень достойное направление. Поэтому масса всяких вещей, которые развиваются в мире, мы их обязаны внедрять. Вот про роботическую хирургию я сказал, сейчас у взрослых это на ходу, опухоли малого таза, простата, опухоли матки, то, что чаще всего пока что используют при роботической хирургии, но в детском возрасте это тоже близко, не за горами, мы обязательно будем развивать это все дело. И уже есть такие истории и в России в том числе. Сейчас это упирается на материальные возможности в большей степени, потому что это дорогая аппаратура, дорогие возможности. Но у нас все будет хорошо. Вот знаете, простой пример, когда я начинал заниматься детской онкологией, выздоравливало максимум 20% пациентов. А сегодня? А сегодня выздоравливает, если взять все стадии, все заболевания, все на круг, у нас 80% и более. А при некоторых нозологических единицах, таких как острый лимфобластный лейкоз, лимфомы, гепатобластомы, опхоли почек, глаза, щитовидной железы, мы приближаемся к тому максимальному уровню, который есть в мировой медицине вообще. Но это не предел, потому что мы, конечно, должны излечивать 100% всех детей. Будем к этому стремиться. Будем стремиться. Владимир Георгиевич, и хочется в завершении нашего эфира вас поздравить с 30-летием вашего отделения. Это вам, Владимир Георгиевич. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо большое, что сегодня были с нами и вместе с Владимиром Георгиевичем Поляковым, академиком РАН, заведующим отделением опухолей головы и шеи детского института Блохина, советником директора детского института Блохина и заведующим кафедрой детской онкологии Роман По. Владимир Георгиевич, спасибо вам. Всех благодарю за внимание. Обращайтесь с вами всегда. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова